Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary. С вами Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. Вы попали на мой канал, на котором полностью я занимаюсь уровнем elementary для новичков. Но elementary, то есть начально, это не всегда у нас какая-то ерунда, какие-то самые простые вещи. Elementary – это на самом деле огромный труд, и когда вы полностью овладеете данным уровнем, английский пойдёт для вас как по маслу, друзья мои. Сегодня у нас с вами работа с аудированием. Мы разбираем обороты the read, the raw и то, как всё это звучит на практике. Напоминаю, что за основу данного плейлиста, а это уже 27-й урок, я беру грамматику. Это просто костяк, да, это материал, на котором мы работаем. И я научу вас в данном уроке слышать правильно данную грамматическую конструкцию. Сперва мы с вами кратенько вспомним, что это. Мы не будем здесь разворачивать целый грамматический талмуд. Итак, очень часто вам попадается шаблон there, потом is или are, потом кто или что, потом где и когда. Иногда где и когда не указывается, но there is something, there are some people или что-то. В общем, вот здесь обязательно будет стоять. Также у нас может использоваться не is, are, хотя это самый популярный вариант, а и другие времена, которые образованы от глагола be. В русском языке у нас есть что-то примерно похожее. Звучит это там есть, здесь есть. Ну, например, скажем, там есть огромный, огромный старый дуб. There is a big old oak. Например, так, да. Вот это вот, что где-то что-то есть, где-то что-то имеется, находится. В английском языке об этом говорят очень часто. И используют такая вот не совсем понятная по началу конструкция. Она нужна нам, она нам помогает рассказать о том, что какой-то предмет, человек или явление, оно есть, оно существует, оно имеется или находится где-то. Если, например, вы глянете на свой стол, да, и у вас на столе, ну, скажем, лежит ручка, да, то вы скажете there is a pen on the table. Если у вас, например, стоит чашка, а в чашке чай, например, или кофе, то есть вы скажете there is coffee in the cup, there is tea in the cup. То есть вы показываете, что вот это вещество чай, кофе или там ручка, что они где-то есть на столе или в чашке. Вот именно для этого нужна данная конструкция, и используется она чаще, чем нам бы хотелось. Итак, there, по сути, это как вот такая вот стрелка, да, она выделяет вот тот предмет, кто или что, да, предмет или человека, который указан после данной конструкции, третьим элементом, и переводит фокус внимания туда, именно на вот этот вот предмет. То есть от there, слышим there, сразу начинаем ждать, что же будет вот тут, в третьем элементе, именно о нем на самом деле будет речь. При этом очень важно, что вот этот человек или предмет, он ничего не делает, он просто есть, он просто имеется, он просто находится. И вот одна из причин, почему нужен данный оборот. Мы с вами помним, что в английском языке мы всегда указываем автора действия и его действия, что он делает. Человек идет, я не знаю, кофе варится или там стынет, например, да, нужно указывать действие. А как быть в ситуациях, когда, ну, нет никакого действия, просто вот что-то имеется, что-то находится, что-то расположено. Вот именно в этих случаях, когда не нужно нам никакое действие, нужно просто зафиксировать внимание на предмете, вот в этом случае нам и нужна конструкция. Итак, is или are мы выбираем в зависимости от того, в единственном или во множном числе у нас находится вот этот вот предмет. There is coffee. Кофе неисчисляемое, соответственно, должен говорить is. There are cars. Cars. Множенное число, соответственно, говорим are. От there выбор is и are не зависит. Вообще, there просто формальный элемент, такая формальная штучка, которая занимает ячейку. А роль действия выполняет глагол be в нужной форме. Теперь давайте смотреть примеры, но сперва мы эти примеры прослушаем. Кстати, хотела сказать, что это один, это первый урок из серии, у нас еще будет второй урок. Итак, во всех примерах, которые вы сейчас услышите, будет there первым элементом, а потом обязательно вы должны услышать вот этот вот предмет или человека, о котором, или явление, да, о котором, собственно, говорится, которая есть, которая имеется. Давайте послушаем эти примеры, а потом детально их разберем. There's a big tree in the yard. There's a good movie on TV tonight. There are some big trees in the yard. There are a lot of accidents on this road. There's a lot of salt in this soup. We can't go skiing. There isn't any snow. This restaurant is very quiet. There aren't many people here. Ну что ж, я надеюсь, что вы все-таки услышали то, что нужно. А теперь более детально мы разберем примеры и второй раз послушаем так, чтобы, как говорится, вопросов не осталось. Вообще, выслушать этот оборот очень легко. С ним, наверное, технически не совсем понятно, как пользоваться, но услышать there очень легко. Причем, обратите внимание, что в американском варианте, у нас здесь американская озвучка, будет тут хорошо очень слышно there, there's, there are, there is, there are. То есть, это будет слышно обязательно. There is a big tree in the yard. Большое дерево в саду. Или в саду есть большое дерево. Итак, there, there is. И сразу ждем. О чем? О чем речь? Обратите внимание, что после there всегда в 100% случаях будет указано существительное. Кто или что. В 100% случаев исключений не бывает. Поэтому, если вы здесь ничего не планируете ставить, то и there вам, соответственно, не нужно. Нужны будут другие способы грамматические. Итак, there is a tree. There is a big tree. Даже если я расширю прилагательным, все равно there связано со словом tree. И далее мы указываем где. In the yard. Давайте посмотрим на нашу схему. There is a big tree in the yard. На русский язык, конечно, удобнее переводить такие предложения с конца. Потому что в русском нам, если мы хотим сказать, что что-то где-то есть, то мы сначала говорим где, а потом что. Во дворе большое дерево. А по-английски мы не можем такие предложения начинать с конца. Мы их обязаны начать с формального there. There is a big tree in the yard. Второй пример. There is a good movie on TV tonight. Сегодня по телевизору хороший фильм. Опять же, я перевожу с конца. Сегодня вечером по телевизору хороший фильм. А there is я вообще оставляю без перевода. Я это выбрасываю как ненужный технический элемент. Как балласт словесный. Вот если говорить о русском языке. Но в английском языке, если я скажу a good movie on TV tonight, неправильно вообще. Не предложение, а какой-то кусок. Тогда как бы оно не очень органично будет звучать. Я даже не могу объяснить, почему нельзя сказать a good movie is on TV tonight или a big tree is in the yard. Но просто в подобной ситуации, когда мы просто хотим сказать, что когда-то или где-то что-то есть, было, будет, удобно говорить об этом через there. Это принятый шаблон английского языка, и мы должны придерживаться его. Поначалу у вас будет большое искушение говорить подобные предложения без there, но рано или поздно вы, как говорится, смиритесь с этим. Вы не сможете устоять, потому что будете слышать there снова, снова и снова. Итак, мы видим, что there is связано со словом movie. Movie – это что-то одно, поэтому мы говорим is. И несмотря на то, что у нас a good movie, всё равно ядром связки является существительное movie. И дальше мы говорим где и когда on TV tonight. There is a good movie on TV tonight. Но переводим с конца. Сегодня вечером по телевизору хороший фильм. Или есть хороший фильм. Самое близкое, что мы можем оставить от there is – это есть. Или идёт, например. There are some big trees in the yard. Видим, что это очень похоже предложение на номер один, но отличие в том, что у нас речь не об одном дереве, а о деревьях. Поэтому мы уже говорим there are some big trees, а не there is a big tree. Что поменялось? Is поменялось на are, a поменялось на some. Some – это то же самое, что a для множного числа в утверждениях. Big – не меняем, не трогаем. И tree поменялось на trees. There is a big tree. There are some big trees in the yard. There are a lot of accidents on this row. На этой дороге происходит много несчастных случаев. Здесь для перевода there are я добавила в русском языке слово происходит. Но вы видите, что его в английском языке не было. Это всё то же самое there are. То есть всё вот это многословие русского языка, всё это богатство сворачивается вот в одну лаконичную, ёмкую конструкцию there are. Итак, there are говорит о том, что дальше мы услышим что-то во множном числе. A lot of accidents. То есть мы понимаем, ага, то есть происходит случай, есть несчастные случаи. И дальше мы получаем информацию где? On this road. На этой дороге. Accident – это происшествие или несчастный случай. Если на дороге, то это, конечно же, авария. There is a lot of salt in this soup. В этом супе слишком много соли. То есть суп слишком солёный. По-английски имеется очень много соли. Где? В этом супе. Конструкция всё та же. Мы говорим there is, is, потому что дальше у нас неисчисляемое salt. Salt – как неисчисляемое всегда в единственном числе. Всегда it. И указываем информацию где? In this soup. В этом супе. На самом деле, конечно, мы не обязаны говорить где и когда. Оно очень часто просто подразумевается по самому контексту. И далее мы посмотрим, как это работает. Когда не указано дополнение, но сама конструкция сохраняется. Далее. We can't go skiing. There isn't any snow. Мы не можем поехать покататься на лыжах. Снега нет. Итак, вводное предложение. We can't go skiing. Мы не можем поехать кататься. Кстати, обратите внимание. Еще раз хочу повториться. Меня просто этот вопрос замучил. Некоторые люди мудрствуют и пишут мне комментарии такого плана. Нельзя в американском варианте или в Америке говорить «can't», потому что вас не поймут, подумают, что вы ругаетесь. Друзья мои, все вас прекрасно поймут, и никто в здравом уме не подумает, что вы ругаетесь. Поэтому кто вот из блогеров вам начинает вот эту чушь нести на тему того, что «can't» – это ругательство. Да, это ругательство, но при определенных условиях, которые должны быть выполнены с точки зрения грамматики. С точки зрения грамматики после слова «we» у нас должно стоять действие. Поэтому вы не можете здесь ставить существительное, даже если оно матерное, приматерное. Поэтому, когда человек после слова «we» слышит слово «can't» или «can't», он по-любому воспринимает его как «can not», как глагол с частицей «not». Неважно, вы его прочитали на британский, австралийский манер или на американский, потому что американцы, они знают грамматику, в отличие от наших, которые думают, что будут там сыпать ругательствами, и их там будут все по шапке бить. Нет, друзья мои, тут структура полностью сохраняется, поэтому если вам комфортно говорить «британ» на британский манер, «we can't go skiing», говорите так. Это технически абсолютно верно, и ни один человек, как я вам сказала, в здравом уме не подумает, что вы вдруг его обзываете неприличными, нецензурными словами. Фух, выговорилась, двигаемся дальше. There isn't any snow. Нет снега. То есть здесь мы показываем, что туда, где мы хотим отправиться, кататься на лыжах, например, лес или там гора, или просто хотим на улицу пойти покататься на лыжах, да, вот там вот нет снега, и вот это вот там, оно подразумевается, и мы просто говорим, что вот в этом вот месте, да, отсутствует снег. There isn't any snow. Причём сам снег ничего не делает. Видим, у него нет никакого действия. Мы просто говорим, что он вот где-то там, где он должен быть, он отсутствует. There isn't any snow. И появилось отрицание, которое по стандартным правилам прилипает к is или are. There isn't any snow. Any – это то же самое, что some, но для отрицательных предложений. Никак не переводится, говорит о непонятном, неопределённом количестве. Not any – появляется перед неисчисляемым, передножным числом в отрицаниях. Ещё одно предложение. This restaurant is very quiet. There aren't many people there. Этот ресторан очень тихий, там немного людей. Итак, для перевода здесь я воспользовалась словом там. There я перевела как там. И вот это there – это отсылка к какому месту? К ресторану. This restaurant is very quiet. Этот ресторан очень тихий. Это просто описание общее. И теперь я говорю про него же и говорю, что чего там нет. Людей. Много людей. Many people. Они ничего не делают при этом. Они просто как предмет помещены или убраны из данного места, из данного ресторана. То есть there aren't показывает, что этого нет. Вот этих предметов, вот этих людей в данном случае, их там нет. There aren't many people. Ну и here, в принципе, отсылка, опять же, к ресторанту. Можем воспринимать как место. Here. Ну вот такие вот примеры, друзья мои. Во всех примерах мы придерживались структуры there, потом is, или are, потом что. There is a tree. There is a movie. There are some trees. There are accidents. There is salt. There isn't any snow. There aren't many people. So, место, или когда время может не указываться. Мне кажется, что тема не очень сложная. Главное, ухватить суть. Давайте, друзья мои, еще разочек прочитаем эти примеры вместе с вами. Я ставлю паузу, чтобы вы читали вместе со мной вслух. There is a big tree in the yard. There is a good movie on TV tonight. There are some big trees in the yard. There are a lot of accidents on this road. There is a lot of salt in this soup. Обратите внимание, что на данном слайде все примеры, которые мы только что разобрали, находятся на русском языке. Ваша задача, глядя на этот слайд, что сделать? Первое. Это вслух проговорить перевод. Вот, то есть, как видите, перевод, причем, обратите внимание, что он, естественно, будет делаться с конца, по правилам русского языка. То есть, вам нужно будет мысленно переначать предложение и попробовать впихнуть его в рамки нашей исходной конструкции. Это первое задание – сделать его вслух. И второе – взять лист бумаги, ручку и написать перевод данных предложений от руки. Очень важно сделать именно от руки и свериться с предыдущим слайдом. Вот с этим вот слайдиком, где все у нас находится на английском языке. И, друзья мои, со своей стороны материал я разобрала. И теперь осталось еще разочек переслушать, может быть, несколько раз переслушать наших дикторов, как они прочитают данные, примеры. И я думаю, что теперь вы все услышите. Старайтесь уже, конечно же, в текст не глядеть. Но если пока не получается, глядите. Но вообще убирайте от глаз текст, работайте ушами. Если урок вам понравился, обязательно жмите лайк, оставляйте комментарии на моем канале. OK English Elementary. Еще много таких замечательных уроков. Заходите в раздел «Плейлисты». Смотрите все материалы бесплатные, структурные и понятные. Учите английский вместе со мной. Мое занятие для вас провела Елена Викторовна Вагниста. До скорой встречи и слушаем еще раз наших дикторов. Bye! There's a big tree in the yard. There's a good movie on TV tonight. There are some big trees in the yard. There are a lot of accidents on this road. There's a lot of salt in this soup. We can't go skiing. There isn't any snow. There isn't snow. This restaurant is very quiet. There aren't many people here.